Артём Толоконин Вот эта семейная жизнь. Автор говорит о том, что самое главное – это любовь. И нужно развивать любовь в семейных отношениях, делая акцент прямо на этом. Он говорит о разных стадиях любви, о кризисах, которые проживают люди в семейной жизни. Это кризис первого года брака, когда люди приспосабливаются друг к другу на бытовом уровне. Кто будет борщ варить, кто будет носки убирать. Прямо самое элементарное. Мы пришли все из разных семей. Муж пришёл с одной семьи, женщина пришла, жена с другой семьи. И столкновения интересов очень часто бывают. И вот он рассказывает о том, как это проживать. Следующий кризис – это кризис рождения ребёнка. Когда рождается ребёнок, и из роли жены и мужа люди становятся мамой и папой. И они уже по-другому начинают себя вести, по-другому проявлять. И вообще такое понятие он вводит как третий лишний. Но он на самом деле не лишний. Но есть такое, что система вся меняется в семье. Про кризис семи лет брака, когда это кризис привычки. Кризис, когда гнездо пустеет, то есть когда ребёнок вырос, уже выходит и так далее. То есть все семейные кризисы он очень простым языком описывает. И когда человек знает, то он понимает, что родился ребёнок, и сейчас происходит кризис. И что либо мы сами решаем это как-то, либо идём к семейному психологу и решаем этот вопрос. То есть это такое руководство, скажем так. Далее он рассказывает про измену, что если произошла измена, почему она произошла и что с этим делать. Так же о мифах, которые есть в семейной жизни, например, что любовь живёт только три года. Ну там много, что мужчины полигамны, все мужчины полигамны, что всем им нужны женщины, всем нужны любовницы. Ну то есть он развеивает мифы. Люди не умеют находить решения. Вот первый кризис, и они сразу же разводятся, не понимая сами. Если раньше там людей в советское время учили терпеть, потерпи, да, всё срастётся, то сейчас мало кто терпит, пошли в ЗАГС и развелись. Вот. А дело-то не в том, что терпеть нужно, а нужно прийти просто и разобрать проблему. И ещё автор говорит вот как раз-таки о семейных сценариях, которые мы приносим, да. Муж рос в одной семье, жена росла в другой семье. И очень часто эти сценарии не совпадают, и мы друг об друга развиваемся, находя вот эту гармонию в отношениях. А если происходит столкновение интересов, всё, бегом бегут в ЗАГС. Он приводит примеры прямо из своей практики, то есть описывает там часть своей консультации, то есть чтобы было прям понятно. Также автор приводит примеры из фильмов, чтобы читателю было понятно, и он воочию мог посмотреть, как работает. Например, вот фильм «Снакомство с факерами», который прям показывает о столкновении двух семейных сценариев. Ещё одна важная деталь, о которой говорит автор в своей книге, это семейный квадрат, на чём базируется вся семья. То есть это образ жизни, это деньги, это секс и дети. То есть если есть разногласия в какой-то из этих четырёх сфер, то семейная система, семья начинает тоже страдать. Успех мужчины зависит от женщины, которая рядом с ним. Если женщина обладает мудростью, если она верит в него, то она даёт ему энергию, которую он готов и может реализовать на самом деле. Главный посыл этой книги, что самая лучшая вообще практика – это гармоничная семья. То есть можно сколько угодно там медитировать, в горах там сидеть, я не знаю. Но если у тебя не налажены гармоничные отношения в семье, всё это пустое, это такая псевдодуховность, скажем так. Что вот основной его посыл, что гармоничная семья – это самая лучшая духовная практика. Что в семье мы растём. И это основа основ. Когда человек изменяет, на самом деле он изменяет не кому-то, не партнёру, а самому себе. Я рекомендую эту книгу. Автор Артём Олегович Толоконин. «Секреты успешных семей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова